В эфире «Рожденные после СССР» Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждения можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим о событиях минувшего года, которые с точки зрения политолога, культуролога и экономиста могут повлиять на обстоятельства нашей жизни в этом году и, может быть, в более долгосрочной перспективе. В московской студии младший научный сотрудник Центра теоретической и прикладной политологии «Ранхикс» Александр Мотин, аспирантка факультета культурологии РГГУ Земфира Саламова и аспирантка Департамента теоретической экономики, Высшей школы экономики Дарья Пудова. Ну, я не знаю, вот у нас такой с вами может получиться фокус, да, очень интересный. Может быть, вы каким-то образом, не будучи знакомы с друг другом, выберете какое-то одно важное событие, и это будет очень интересно. Но мы начнем с главного. И, наверное, вот, Саша, с вас, как политолога, на ваш взгляд, что самое такое, ну, не знаю, эпохальное было в этом году, в прошлом году? Ну, на мой взгляд, это вот серия осенних выборов губернаторов, которая показывает, что в нашу страну, наконец, пришел популизм. И здесь нужно понимать, что, в общем, популизм – это не какое-то ругательство, это вот среда, в которой придется жить. И, там, Трамп выиграл в 16-м году, это происходит повсеместно. Те же протесты желтых жилетов, они абсолютно в эту же сторону идут. Хотя, казалось бы, вот Франция, это время выборов президента, успешно отбилась от популистов, от Липен. Но последние события показывают, что и в Европе, и в Латинской Америке, и в США везде наступают популисты. Почему это важно для России? Потому что за этим интересно наблюдать. А наблюдать со стороны, то есть, или все-таки изнутри? Ну, вот выборы губернаторов, они становятся интересными, в каком-то мере, элемент шоу появляется, если хотите. Соответственно, в этих условиях, вот тот мандат, который кажется уже совсем слабым, потому что, ну, я не знаю, последние 5-7 лет у нас на выборах среднем, на губернаторских, на мэрских, 20%. Явка избирателей и так далее. Вот в Приморье на днях она была 45. Это почти как выборы президента. То есть здесь появляется такой момент, что вот эти региональные выборы становятся значимыми. Ну, понятное дело, что в зависимости от федерального центра она остается, но вот эти федеральные выборы, они не единственное событие в политической жизни там, ну вот, условно говоря, раз в два года у нас либо думский, либо президентский. А сейчас появляется возможность для любых сил, то есть вот очевидно, что в Приморье были инвестированы очень большие средства, чтобы вот на этих перевыборах победил кандидат, который победил. И это открывает, в общем-то, для регионов возможность в будущем получать эти средства вот за счет хотя бы вот такой активности на выборах. То есть, ну, условно говоря, как, не помню, кто из экспертов Корнеги это недавно написал, но протестное голосование в первом туре, оно становится выгодным. То есть за счет этого можно привести в регион деньги. И это становится достаточно очевидным. Ну, на самом деле, я думаю, что для экономики то, что произошло в предыдущем году и повлияет на 2019-й, это однозначно первые шаги в пенсионной реформе, которые у нас произошли. То есть повышение пенсионного возраста у мужчин до 65, у женщин до 63 и повышение налога на добавленную стоимость до 20%. Есть некоторые оценки, которые говорят, что налог на добавленную стоимость увеличит инфляцию, но опять-таки, может быть, она останется в некоторых границах 4%. Что касается регионов и финансов, которые в политику уходят. То есть это вот тоже такая вещь очень связанная, на самом деле, нет? Я думаю, да, но такого очевидного глобального эффекта я не думаю, что мы будем наблюдать в следующем году, если честно. Но, во всяком случае, на экономику. Я думаю, что Саша прав, что здесь у нас будет повышение явки за счет популизма. Димфир, вот ваш вариант событий важных. Хорошо. У меня, получается, три события. Ну, мы начнем с одного, да? Да, хорошо. Это как-то у меня в последнее время просто с моими знакомыми все время всплывало, как такое одно из самых запоминающихся. Это, наверное, то, что происходило в ноябре и декабре, когда очень много концертов популярных у молодежи исполнителей запрещались. И в основном рэп-исполнителей. И, честно говоря, после 2017 года, когда была вся эта шумиха с рэп-баттлами, я не думала, что эта тема может нагреться еще больше. Но, видимо, никогда не стоит недооценивать российскую власть в создании хайпа. И просто это, на самом деле, очень как-то выглядело абсурдно, вот эти обсуждения именно политиками этой темы. И я думаю, значение тут в том, что даже через их высказывания больше, чем через высказывания исполнителей, рэп как-то определяется как основная музыка этого поколения. Да, вдруг, наверное, неожиданно, да? Нет? Или это закономерно покажется? Наверное, закономерно по сравнению с прошлыми годами. Но просто мне кажется, что политики как-то даже более активно это утверждают, именно как такую значимую музыку. И она становится, она ощущается, мне кажется, все более и более политической. Именно за счет этого столкновения с властью, даже больше, чем за счет своего содержания. Потому что там ведь срывались концерты и у людей, которые позиционируют себя как аполитичные такие артисты. Ну, смотрите, как любопытно, потому что все таким образом, само собой, да, вот складывается в такую единую картинку, пазл. То есть культура, которая завязана на политику и на самом деле политика, которая всегда зависит от каких-то финансовых обстоятельств. Но я вот хочу вернуться к теме культурной. Мы сделали, как обычно, опрос взрослых и молодых, но на этот раз мы выбрали такую площадку, как Art Weekend. И понятно, что там люди творческие, и те, кто приходит на ярмарку что-то купить, и те, кто продает свою работу. И мы их попросили рассказать, вот какое, на их взгляд, важное событие произошло в стране или в мире за прошедший год. Пока тяжело мне ответить. Я никак вообще не могу это прокомментировать. Очень хорошо живется, когда ты этого не касаешься, не знаешь об этом. Я не знаю, какие события вот такие, которые повлияют на... глобально. Очень плохо, что курс дорожает, вот что самое главное. Не приходит ничего нового. Если говорить о нас, да, как о мастерах, то очень здорово, что вообще предоставляют возможность заниматься, скажем так, своим ремеслом. Рукоделы, мастера могут напрямую показывать людям то, что они умеют. Возможно, череда планетных затмений, да, солнечных затмений. Она, как бы, говорят, что вообще будет влиять на человека еще лет 17. Важное, что может влиять на будущее. Я поступила на дизайн, и, получается, возможно, миру подарили нового дизайнера, который сможет создавать всякие проекты и новые здания, новый дизайн зданий, новый дизайн одежды. Налог на самозанятых. По этому вопросу ничего положительного я не могу сказать, явно. Хотел бы, наверное, поддержки малого бизнеса не только для юридических, а именно для физических лиц. Вряд ли какие-то ситуации в стране сильно смогут изменить нашу жизнь, которая произошла. Ну вот, смотрите, мнение молодых людей, которые, в общем-то, или думают, ну, понятно, события, которые произошли лично с ними, это ясно. Ну, вот только одно мнение прозвучало, связанное с экономикой, с самозанятостью, да, вот с новыми правилами, которые для них, для всех, на самом деле, очень важны, я так понимаю. Это как раз по поводу популизма. Вот это, ну, не знаю, может быть, популизм каким-то образом может людей включить, да, как в некую такую игру, но мы видим, что не готовы. Я думаю, что мы очень привыкли жить. А политично, да? То есть, ну, понятно, что фокус группы такая. Я бы сказал не а политично, я бы сказал, что мы привыкли жить в патерналистском государстве. И у нас, ну вот, можно говорить на кухне о политике, а вот под запись уже сложнее. И большинство людей не готовы, вот, серьезно, не готовы говорить о чем-то важном под запись. Они понимают, что они... То есть, вспомнить, они честно пытались подумать, вспомнить, это не то, что они боялись камеры. Там была достаточно такая располагающая обстановка, ну, все-таки праздники, да, все были. Они думали, они думали, прежде чем вот что-то сказать, и они не находили, что сказать. Я думаю, что это подсознательная вот просто неготовность говорить. Ну, фактически вот в современной культуре, но у нас не принято говорить вот о таких вещах. Они как бы вот отдаются на откуп государству. Даша, а ваши следующие события, если есть? Знаете, я бы, наверное, сказала чемпионат мира по футболу. Я не думаю, что он окажется огромного влияния, но, во всяком случае, есть некоторые оценки, которые говорят, что в следующие пять лет у нас будет некоторая дача от инфраструктуры, которая добавит к ВВП. Если говорить об экономике, то есть эффект. К сожалению, жизнь россиян от чемпионата мира по футболу изменилась вот настолько, насколько был чемпионат мира по футболу. И вот эта вот декорация, она резко упала, как только он закончился. Ну, вот, в политическом плане. То есть, свободный центр Москвы, когда вы можете выйти на улицу с стаканом пива, вот он продержался ровно месяц. А дальше у нас, как бы, это подсудное дело. Да, вот, на самом деле, чемпионаты, это было даже такое культурное событие в некоторой степени. Вы согласились бы с тем, что это вот важные культурные события и события или для, вот, действительно, для большинства россиян? Или для России, как просто для государства имидж? Да, я считаю, это было очень важно. И, мне кажется, получилось даже больше, чем с Олимпиады в Сочи, создать вот такую какую-то атмосферу гостеприимного города и какого-то этого общего опыта культурного. Ну, вообще, опыт атмосферы такой, да, который очень редко бывает на самом деле в России. Да, 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 но при этом я согласна, что в этом было что-то такое одновременно мрачное, пугающее, в том смысле, что, как бы, такое еще не скоро будет. И, возможно, это вообще такой прощальный какой-то такой глоток перед каким-то усилением контроля. Александр, следующее политическое событие важное для будущего? Я бы назвал блокировку Телеграм, то есть это был апрель-май. И это, опять же, продолжает этот тренд на патернализм, потому что, ну, блокировка, она важна не сама по себе. Блокировка говорит о том, что вам не нужно вот этого знать, вам не нужен этот сервис. Он может быть для вас опасен, поэтому государство вас от него оградит. То же самое с уже упомянутыми концертами, рэп, ну, то, что происходило там осенью, в первую очередь. Это тоже тренд на патернализм, причем он достаточно бессмысленный, потому что те, кто запрещает эти вещи, они, в общем-то, борются не с явлением, им важно, чтобы вот был какой-то запрет того, что они не понимают, и то, что им кажется чуждым доминирующим ценностям, как они их воспринимают. На самом деле я, наверное, бы вот два основных события, которые я назвала, они больше всего повлияли. Можно сказать про выборы мартовские, но на экономику они скорее повлияют продолжение такого стабильного существования, которое у нас, от нас инвесторы будут ожидать в течение предыдущих 5-6 лет. Я думаю так, ну, я думаю, что это ближе к Александру. Ну, нет, это все достаточно, наверное, близко, и, может быть, Даша, вы можете, да, какие-то делать прогнозы, в том числе, ну, каким образом повлиять? Ну, я думаю, что только с точки зрения инвестиционной стабильности, однако, ну, какие решения будет принимать государство, этот риск остается для людей, которые инвестируют в развивающиеся рынки. Но на данный момент сейчас такой тренд, что вообще боятся инвестировать в развивающиеся рынки, и следующий год с финансовой точки зрения, говорят, делать прогнозы не будет благоприятным. Тут я уже не буду как-то оценивать эти прогнозы, но посмотрим, что будет. Зимфера, дальше с культурой едем. Да, ну, второе событие, оно такое, можно сказать, на глобальном уровне, не только в России, скорее, да, на глобальном. То есть, вот в декабре 2018-го Forbes опубликовал результаты по самым хорошо зарабатывающим ютуберам в мире, и там так получилось, что первое место по заработкам за 2018 год занял канал Ryan Toys Review, и который, как бы, вот этот Райан, это восьмилетний мальчик, вот. И, то есть, там 17 миллионов подписчиков, и они оценили, что заработок за вот этот год был, за 2018 год был где-то 22 миллиона. И в основном за счет вот этой рекламы, которую ютуб вставляет в ролики, и чем больше просмотров, тем больше заработок от этой рекламы. Ну, надо сказать, наверное, потому что нам всем любопытно, что там мальчик восьмилетний вещал-то. Да-да-да, это канал формата анбоксинг, то есть, содержание видео, это мальчик открывает игрушки и играет с ними. И тут, мне кажется, даже интересен не столько сам этот блогер, потому что там понятно, что он не сам, не один работает над этим каналом, это родители его тоже им управляют. Компатируют игрушки или что? Или он настолько прелестный мальчик, или какая-то необыкновенная харизма, он очаровательный, грациозен, что там такое? Ну, я думаю, обаяние тоже играет роль. Ну, просто, да, содержание в том, что ребенок открывает упаковку, показывает игрушку и начинает с ней играть. И на самом деле это как бы не единственный, конечно, такой канал, их очень много, просто вот этот, он самый популярный. И для детей становится более такой привычной и предпочтительной формой развлечения смотреть, как другой там ребенок играет с игрушками, нежели чем там смотреть диснеевские мультики и какие там угодно. Или играть с соседом как раз вот эти самые игрушки. Да, ну, мне тут кажется, мне, все-таки я вижу что-то позитивное здесь в том, что все-таки вот это показывает, как вообще дети сами формируют себе вот этот досуг, сами выбирают, что они смотрят и потенциально могут сами создавать свою популярную культуру для самих себя и своих ровесников. И мне кажется, что в следующие годы, если чем дальше, ну, вот как бы так активная позиция и агентность даже не только подростков, но и вот детей на таком, ну, не политическом, но вот экономическом, может быть, даже уровне должна, и творческом, должна как-то все более-более, будет все более-более учитываться в культуре. Как вам кажется, вот то, что вы говорите, то, что вы вспоминаете эти события, это события с вашей точки зрения как вот молодых, да, специалистов, или это события важные для, вот, и с точки зрения, скажем так, взрослых экспертов, да, то, что вы транслируете. Ваш взгляд отличается каким-то образом, да? Я думаю, что отличается, потому что я, например, вот не считаю выборы президента вообще каким-либо событием, то есть, ну, это был очень формальный процесс. Я думаю, что все знали, кто победит, никто не удивился, как бы, и интересы это особо не вызвало. Ну, это первое. Второе. Недавно, вот, были, ну, относительно недавно были новости о том, что США выходит из договора по ракетам средней и малой дальности. Но, опять же, это вот история времен Холодной войны. И для меня она абсолютно незначима. В то время, как сейчас наши маститы и политологи будут об этом рассуждать еще, там, несколько месяцев о том, вот, как все это изменит. Я не думаю, что это что-то изменит, потому что, ну, ядерные ракеты остаются и у нас, и у них, и того, сколько их будет, эта ситуация не сильно изменится. Девочки, что скажете? Ну, я думаю, что есть события, которые затронули все поколения как-то, и оценки будут примерно одинаковыми. Ну, что касается пенсионной реформы, да, нам это дальше, естественно, другому поколению это чуть ближе. Но, в любом случае, мы тоже столкнемся с таким, и я думаю, что оценки будут, если у экономистов значимость событий примерно одинаковая. Ну, потому что тут люди перерывают цифрами, и когда посчитали, будет понятно, какие события и насколько повлияли. Ну да, цифры, они, в общем, как-то не могут так распорядиться в зависимости от того, кто их считает. А Азимфира, что скажете? Ну, я думаю, что, наверное, отличается. Но, в принципе, это в любом случае достаточно субъективно. Так что, наверное, у разных, не только у людей разного возраста, наверное, вообще у разных людей одного возраста тоже будут какие-то разные события подчеркиваться. Так что, наверное, это нормально. Но, в принципе, вот с пенсионной реформой я согласна. И мне кажется, это, в принципе, и для нашего поколения тоже важно, потому что это все равно затрагивает членов нашей семьи. И вот Даша говорил про свою маму. У меня тоже, как бы, моя мама, слава богу, проскочила. Не спела. Да, и я тоже очень была рада. Да, папе меньше повезло. Ну, на самом деле, вот такой глобальный тренд с точки зрения пенсионных реформ, это то, что пытается переключиться с такого потребительского поведения на поведение сберегательное. То есть мы должны будем сами себе на пенсию копить. Это как бы мы постепенно подводимся к этой мысли. И как раз смена накопительной части пенсии может быть в этом ключе. Вот этот вот уже описанный тренд на такое патерналистское государство, он провоцирует молодежь на уход куда-то в либертарианство. И вот опять же, это идея с тем, что пенсии-то не будет, она очень хорошо ложится на эту политическую рамку, потому что как бы в либертарианстве минимальное государство, которое, условно говоря, следит, чтобы люди друг друга не убивали. Функция заканчивается, чтобы они соблюдали договоренности. Это все. А все остальное остается на откуп индивиду, условно говоря. И в этом плане, да, ну... Я не рассчитываю, что я получу пенсию. Я честно скажу. Потому что это явно не последняя пенсионная реформа в моей жизни. Ну, да. Есть тренд на то, что придется заботиться о себе самому. Я думаю, что он есть вот среди молодежи в том числе. Ну, точнее, даже в первую очередь. Ну, во всяком случае, в минувшем году это дали понять вот очень отчетливо. Ну, чтобы нам вот так на грустной ноте на пенсионы не заканчивать наш молодежный фокус, я не знаю. Хочу вас спросить, потому что вот декабрьская такая история, связанная с законопроектом. Вот как раз мы начинали говорить, да, о наказании организаторов несанкционированных митингов, если туда выходят, значит, дети до 18 лет, ну, условно, да, дети. И долго до этого вот думали, кого наказывать, педагогов, да, были там в некоторых регионах приняты меры, ну, вот, самостийно. Думали, как бы родителей тоже наказывать, может быть, штрафовать за то, что и дети ходят на митинги. И в итоге пришли все-таки к выводу, и вот законопроект в третьем чтении одобрили, что, да, надо организаторов митингов вот каким-то образом наказывать. Значит ли это... Вообще, что это значит, как вам кажется? Давайте так вот по кругу обсужу. Это значит, что у нас появляется вот действительно одна статья, которую можно, в принципе, любому организатору митингов вот впаять 100%. Да, наказание там, значит, если это единожды первый раз, да, до 15 суток и 500 тысяч штрафов. Если второй раз, то в два раза, значит, увеличивается. Ну и, соответственно, сейчас там средний штраф, ну, сколько штрафует организаторов митингов, но это меньше 100 тысяч, как правило, на человека. Здесь можно до 500. То есть если один подросток вдруг попадает вот в толпу, да, просто он шел по тротуару, как, собственно говоря, и было несколько раз, да, и вот он вдруг попал каким-то образом в поле зрения полицейского, то все, собственно говоря, скорее всего, не один будет подросток вот таким образом изловлен. Как вам кажется, вот перспектива, вот, да, что может это быть дальше в продолжении? Ну, я думаю, что с экономической точки зрения, вот то, что вы сказали, перебирали сначала преподавателей наказывать, но с них штрафы с преподавателей брать, это тяжело, так же, как и с родителей собирать. Мне кажется, здесь чисто экономический выбор. Проще наказывать именно организаторов, потому что это конкретные люди, их проще найти, проще собрать это. Они писали, как раз, да, заявку на митинг, в котором отказали, и поэтому понятно, кто это может быть. Да, то есть тут просто с точки зрения экономики бюджета проще собирать эти штрафы именно с организаторов митингов. Во всяком случае, наверное, такая была последняя законотворческая инициатива, которая, надо думать, повлияет на будущее, во всяком случае, митинговое движение. Это была программа «Рожденные после СССР». Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте Радио Свободы и на телеканале «Настоящее время». Была программа Тамара Леленкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова